Он посетил европейские государства, несколько азиатских стран и, наконец, проехал через всю Россию, от Дальнего Востока до Петербурга. Так вот, Николай Александрович во время уже поездки посетил один из аулов в Казахстане. Его как раз печалил мысом. Он у себя в дневнике сделал подробно в Афестане, в этой церемонии памятник Чан. Которого выносит кумыс. И посмотрите, ковшик, очень интересный ковшик для разливания вот этого напитка. Фигура башкира, который уже держит чашу с кумысом. Это танцующие дамы. Чувашка в традиционном костюме. И татарочка-казах, который играет на дамбуере в традиционном музыкальном инструменте. И фигурка казашки-невесты. Обратите внимание на головной убор. Традиционный головной убор в местах Казахстана. В Сонгеле. Наконец, еще одна сценка. Это славянский хоровод. То есть, смотрите. Сибиряк в праздничном, нарядном костюме. Красные косоворотки играют на берестенном рожке. И в едином хороводе. Девушка-поморка. Русская южанка в традиционной панёве. Я прошу вас внимательно присмотреться. Парпур. То есть, смотрите. Не просто красный цвет праздничный. Вы можете рассмотреть целый узор. Цветы выдавлены на этом парпуре. Русская северянка. На севере русские женщины носили уже не панёвы. Носили сарафаны. Сюда поближе подходите. В данном случае перед вами синий сарафан. Сарафан, опять же, праздничный. Это костюм середины 19 века. К нам в музей поступило собрание Русского географического общества. Это именно праздничный костюм. И вот если мы с вами немножечко обойдём фигуру, посмотрим со спины, то вы увидите на спине, вот как две ленты таких синих перевязаны. Это ложные рукава. Это элемент сарафана, который использовался именно на праздничной одежде. Фигура украинца в традиционной войлочной шляпе. Брыль в войлочном кафтане. И фигура белорусский в намитке. Намитка – это головной убор замужней женщины в Беларуси. Вот такой у нас получился парад народа. Прощая ваше внимание на сами фигуры. Мы не любим в нашем музее слово «манекен». Это не манекены, это этнографические фигуры. Традиция создания вот таких фигур в музее сложилась ещё в XVIII веке. Когда вы спуститесь на первый этаж на экспозицию «Петровская консткамера», в одной из витрин вы увидите несколько голов из воска. Так вот, это как раз элементы манекена консткамеры XVIII века. То есть уже в XVIII веке мастера создавали для музея этнографические фигуры, то есть портретные манекены. Каждая такая фигура имеет реального прототипа. То есть их лепили с реальных людей. Так было в XVIII, XIX, XX веке. Так происходит и сейчас. То есть вот эти фигуры были изготовлены с реальных людей. Несколько лет назад, специально к открытию этой экспозиции, 23 этнографических фигуры. Если вы пройдёте по экспозиции нашего музея, вы не найдёте двух похожих фигур, даже если они показывают одну и ту же национальность. Потому что каждую фигуру лепили с разным, с какого-то конкретного человека. Материалами в разные эпохи выбирали разные материалы, соответственно. То есть папье-маше, гипс, дерево, воск. Всё зависело от того, в какую эпоху эгромический фигура создавалась. Перед вами, по сути, паркоровый учебник этнографии.